Живая классика – всероссийский проект по популяризации чтения среди детей и подростков. Ежегодно в муниципальном этапе конкурса принимают участие более полутысячи сочинских школьников. Им предлагается прочитать наизусть на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения. Золотой шлем богини ослепительно сверкает, а если приложить ладонь к колбу и прищуриться, можно разглядеть ее лицо. В резных чертах ни страха, ни горя, ни сожаления, а лишь довольство, презрение, холодное торжество. И кажется, что все мы, тысячи севастопольцев, собрались здесь поклониться богине. Неужели всем людям свойственно не ценить того, что они имеют, лишь потеряв страдать? Но только слепые могут сказать себе, что реальность есть и за рамками видимого в том самом запахе мелодии и объятий. Победу в конкурсе приносит не только артистическое мастерство, но и глубина проникновения в смысл текста. В этом году представлен список авторов и произведений, которые оцениваются жюри в 7 баллов. Баллы могут быть добавлены в том случае, если прочтение эмоционально затронуло слушателей. Произведение не из списка часто исполняемых, оценивается в 10 баллов. Ребята читают прозу, ребята читают прозу наизусть. Это обязательное условие. И, конечно, критериев много. Это и грамотная речь, это и правильно расставленное ударение, это, конечно, эмоциональное воздействие. При чтении произведения ребятам необходимо так прочитать, чтобы эмоционально задеть членов жюри, чтобы донести, влюбить в себя нового героя, чтобы, может быть, даже взрослым захотелось перечитать эту книгу и взглянуть заново на героев книги. Конкурс проводится в несколько туров. Сегодня выступают победители школьного тура 89 человек. Трое лучших отправятся на краевой этап, а далее на всероссийский и международный финалы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok